30 грамм мы берем на тело опять делаем такую капельку сделаем тоже такое тело не будем низкое сильно делать мы сделаем тоже его повыше приблизительно как наша коровка по сантиметрам я помню у нас было 5 сантиметров в тот раз но здесь у нас 4,5 4,5 сантиметра по высоте наша хрюшка будет посадили на каждую ножку мы берем по 4 грамма и так скатали мы 4 шарика это наши будущие ножки скатаем их слегка делаем такие длинные капельки вот какая там кривая шарик с какими-то рубками и так скатали вот такие будем делать ножки копытца укатали слегка сейчас я вам все скажу да я уже так свинюшки на копытце делаю 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 так сейчас я посмотрю что называется резкость мне кажется как-то маловато резкость вот такие копытца вот такие копытца у нас получается по длине наша ножка получается если вот с разрезиком 3 сантиметра и 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 у и и и и большой, а в то же время не сильно много мастики за счет того, что мы его прибили. Сибири тоже привет. Так, поставили нашу хрюшу. Теперь слегка укатаем наш кружок. Вот такая у нас получается голова. Сейчас я вам скажу приблизительные размеры. Это где-то 5 на 4 сантиметра. Вот, сделали. Теперь визуально делим нашу голову напополам и от половины еще пополам. И вот здесь делаем мы с вами линию наших глаз. Мы ее очень сильно занижаем, заметьте. Так, делаем пятачок. Для пятачка беру 0,50 грамм. Небольшой. Большой нам не надо. Еще делаем его вот так, знаете, здесь слегка. Вот такой вот пятачок. Так вот хрюняняшечка. Хрюняшечка. Итак, теперь делаем нашей хрюше на пятачке. Дырдочки. Она уже такая хрюняшечка. Ой, чуть ногу не сняла. Так, теперь делаем с вами глазки. Я говорила вчера Оле, что глазки можно делать просто черными точечками. Сейчас мы этот момент просмотрим на нашей хрюше. Нет, кому я говорила? Валентина, мне кажется, вчера говорила. Итак, глазки нашей хрюши мы будем располагать достаточно далеко друг от друга. Итак, смотрите, если вы будете делать просто черным, то значит делаем вот так две точечки. Вставляем в них черную мастику. Круто, но только... Вот так. На наших глазках. Это я показываю один из способов. Это для тех способов, кто говорит, что вот он не может, ему вообще лучше без глаз и без рта. Вот в данный случай хрюшечки наши. Она тоже будет красивая. Это как раз тот самый случай, когда можно без рта и без глаз. Ну, в плане того, что глаза мы не делаем какие-то там, а делаем вот так, попроще. Так, хочу еще делать наши хрюшки. Нарисую вот такие вот бровки. Ну, это если хрюнька нужна, я говорю, это для тех, кому... Мне тоже не получается. Так, вот такая хрюшка. Это один из вариантов, который можно сделать, если уж совсем тяжело. Для тех, у кого уже есть желание делать хрюшку немножко другую, мы с вами двигаемся дальше. Мы будем делать глазки более большого размера. Вот так. Также сейчас вам покажу, как способ, как удалить, если вы, например, неправильно что-то нарисовали. Итак, берем салфеточку, берем кисточку, водичку. Намочили хорошо кисточку, намочили место, где у вас неправильно. И стираем. Все. Еще раз показываю. Намочили хорошо кисточку, намочили место. И сухой кисточкой два-три раза по другому месту мы не емозим. То есть один раз. Все. И вот так у нас удаляется то, что нам не нужно. Так, теперь вставляем белые глазки. Привет, привет! А что, какая трансляция? Я не понимаю, Аришка, если ты что-то задаешь мне вопрос, я не видела начала. Итак, вставляем наши глазки. Я уже много раз говорила, еще раз повторюсь. Здесь ячейка для глаз. Вставляем в нее белую мастику. И она ни в коем случае не должна выпирать. То есть она должна заполнять четко то пространство, которое вы сделали для белой мастики. Если много, убираем. Если мало, добавляем. Я смотрю, здесь у меня много. Разглаживаем, чтобы нам было удобно рисовать. Нужно обязательно, чтобы все было у нас разглажено. Вот такие у нас глазки получились у нашей сиреневенькой крюшки. Пау! 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 Продолжение следует. Так, сделали девочку хрюшку, вот такую симпатюлочку. Еще знаете что? Хочу сделать такой, сразу здесь потонирую, ах, тебя не потонирует уже. Такой блик я сделаю. Так, сделали нашу голову, сделали наше тельце, наши глазки, у нас еще одна рука, я вот хочу ее сюда, вот такая будет прям няша-няша, хрюняша. Так, наши хрюняши, ой, не могу прям на нее смотреть, она прям мими-ми-ми хрюша. Возьмем по 2 грамма мастики. Итак, смотрите, делаем вот такие треугольнички, у меня это получается 2,5 сантиметра на 2 треугольничек такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом записи. Вот такая хрюняшечка. Хрюняшечка-няшечка. На хвостик возьмем 0,5. Да. Скатали вот такой хвостик на 3 сантиметра. Закрутили его крючочком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для нашей кукурузки нам понадобится 3,5 грамма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая хрюшка по высоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...